Здравствуйте, Егор! Здравствуйте! Сегодня мы с Вами встретились в Санкт-Петербурге на Кубке Европы по юниорам. Как ты расцениваешь свой результат сегодняшнего выступления? Здравствуйте! Удачно, наверное. Потому что на первенстве России я занял пятое место. И я сюда занял второе место. Можно сказать, набираю себя главой для первенства Европы, для первенства мира. Как ты можешь расценить своего соперника по финалу? Что тебе не хватило, чтобы выиграть его? Мне, наверное, поздно мы подобрали тактику под этого борца. Японское тзюдо отличается от российского тзюдо. Первый раз мне удалось побороться с представителями из Японии. И, наверное, он тактически меня вначале сладкий отыграл. А концовку сладкую, можно сказать, была моя. Подобрали концовку. Твой брат Ирван Андресян, чемпион России. Тоже много у него побед было в юниорском возрасте. Он был чемпионом мира и Европы. Скажи, пожалуйста, сейчас он закончил свою спортивную карьеру, и я так понял, что он помогает тебе в тренировочном процессе. Насколько легко или сложно, когда тебя тренирует твой родной брат? Да, надо даже сказать, что это лучше, когда тренирует твой родной брат. То есть ты ощущаешь положительные эмоции от этой тренировки? Какие планы у тебя на будущее? То есть ты сейчас идёт подготовка к чемпионату Европы? В этом году ещё будут тупы Европы. По результатам тех тупов Европы, которые будут у нас, уже будет видно. Удастся ли мне в этом году поворотся на первенстве Европы и на первенстве мира? Да. Какая твоя любимая техника? Я не знаю. Какими приёмами ты больше всего выигрываешь? Подхват, задние подношки. То есть в основном те броски, которые с помощью ног используются? Да. А почему эти приёмы ты можешь сказать? Почему они тебе больше нравятся? Не знаю, потому что, наверное, лучше научились. А любишь ли ты бороться в партере? Не очень. Скажи, пожалуйста, ты планируешь выступить на Олимпиаде 2016 года? Планирую, но это будет очень тяжело, наверное, сделать. Но в 2020 году? В 2020 году, я думаю, побольше шансов будет. Ну, удачи тебе. Всего наилучшего. Спасибо.